ну что дорогие друзья я вспомнил что под портвейн под портвейн портвейн еще не допитый я вот налил себе еще стаканчик чувствую что нужна какая-то закуска потому что он достаточно крепкий вот поэтому решил подрезать еще хамончика вот так вот ну и пока пока я буду это все делать решил рассказать вам историю вот этот бушлат в котором я сейчас опять же вот в этом охотничьем домике мы наша семья брат сват там сестра кто бы то ни было мы свозим сюда вещи которые уже в повседневной жизни не востребованы в том числе вот этот вот морской бушлат он стал уже на меня маленькие точнее даже это можно сказать рыбацкая такая куртка сейчас уже видно всем конечно что она стала на меня маленькая вот цвет перванш отличный цвет мой любимый что могу про нее рассказать вот еще 2004 году когда я пошел свой первый рейс на рыболовецком траулере у берегов мексики мы на протухшую курицу и на крюки из арматуры импровизированные закидывали на стоя на рейде закидывали такие канаты и ловили акул ловили акул естественно вот для того чтобы полакомиться акулями плавниками сварить суп сделать паштет из печени все 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 в акуле в том в то время казалось нам вкусно необычно для нас для украинских аборигенов вот ну и как многие из вас уже догадались какие-то остатки костей субпродукты в том числе вот эти вот зубы я использовал на пуговицы даже на манжетах вот это импровизированный такой рыбацкой курт куртки хватило зубов зубы конечно я мелкие не брал я брал только самые крупные вот один два три четыре пять самых крупных зубов то знает их теологи знают что белые акулы вот зубов несколько тысяч но крупных только шесть один зуб я проиграл боссманов карты вот но из пяти зубов получилось сделать вот такие самобытные оригинальные пуговицы ну что товарищи люди не мудрство и лукаво продолжим вот такой вот я себе сделал импровизированный закусон сейчас возьму еще порежу товарищи люди немножечко сырка булериан пока тем временем разгорелся я в этот раз решил не брать какие-то мудреные сыры взял вот из тех что с плесенью фурдман амбер вот такой вот из тех которые обычные такие попроще варианты вот на доме родомер так ну что берем ножичек нарежем я так думаю лучше всего сначала родомер тоненькими кусочками вот а потом уже вот этот фурдман амбер тоже нарежем вот много резать не буду я режу чуть меньше половины остальное спрячу в холодильник почему потому что чтобы он не высыхал чтобы не высыхал вообще такой сыр с плесенью чтобы вы знали его вообще лучше ломать если его много вот чем так вот резать просто его ломаешь кусками он тогда даже получается вкуснее без привкуса вот этой дамасской стали из которой сделан нож друзья пальчики оближешь сумасшествие кстати лайфхак вам на будущее если вы собираетесь сыры долго хранить берешь обычный маздан или обычный родомер ставишь сверху него любой самый даже простой дешевый сыр с плесенью рокфор или дор блю вот и буквально через неделю плесень переходит в тот же родомер главное чтобы сыр был ну дырявый дырявый если сыр с дырками есть вот эти пещеры где плесень создаются комфортные условия для развития единственное что я сейчас возьму обмотаю это все в кулек для того чтобы создать комфортную температуру для плесени и положу конечно же это все товарищи люди положу это все такой судочек вот для того чтобы плесень не перекинулась на остальные продукты